В своем прошлом видео я рассказывала о вечерних шоу под названием «Селл Эуэй в день отплытия из Сиэтла», а также о том, что нам идти до Аляски еще один день. И нам, гостям корабля, были организованы развлечения, чтоб не скучали, так сказать, фан-дэй, веселый день. Вот о нем и расскажу в этом видео. А начну, пожалуй, с похода на балкон ранним утром. Судя по карте и по моим предположениям, может и неверным, мы идем либо по заливу Королевы Шарлотты, либо уже по проливу Гекаты. Хотя, может, шли по Северному Тихому океану. Не моряк? Не знаю. Посмотрим, что за бортом. Опа! Неспокойно, серое море. Где идем, непонятно. Все в тумане скрылось. В общем, короче говоря, ребята, я сегодня утро проснулась, оно, знаете, как в этой колыбельке укачивает. Идешь, идешь, и тебя раз, то в одну сторону мотнет, то в другую. Корабль-то покачивает, конечно. Так что, такое интересное. Никогда такого ощущения еще не было у меня. Просто первый раз на корабле так. И, кстати, морской болезнь не страдала. Качка, наоборот, понравилась. Ну что, пора идти на завтрак на девятую палубу. Ну вот, что у нас происходит в бассейне. Бедным ребятам приходится постоянно эту воду вытирать, потому что волны, волны в океане. И вот видите, во что это превращается. Вот такое безобразие. И все это ребятам приходится вытирать постоянно. Вот чем они тут занимаются беспрестанно. Ну, я тут отвлеклась. Аж лажа с намерением немного подкрепиться. Окей, я бы хотела немного томата, немного бакона, шамп. А заказала я омлет с помидорами, беконом, ветчиной и сыром чеддером. Почему я этот процесс приготовления омлета сняла? А понравилось, как ловко, можно сказать, артистично. Этот симпатичный парнишка управлялся со сковородками. До меня стояла небольшая очередь, и у меня было время посмотреть. И оценить его работу. Все-таки я же сама по профессии повар. А что особенно мне тут понравилось, так это, как повар омлетик подкидывает, и тот переворачивается в воздухе. Вот так он это делает. Опа! Я так не пробовала, и, пожалуй, не буду. Не уверена, что обратно поймали. А это я тут пофотошопила, сделала совместную фотку с поваром на память. Я лопаю. И вот после еды вернулась я в номер Атам. Я тут уходила на ланч, ну и чтобы освободить комнату, чтобы мой аттендант, мужчина, он с Таиланда, который вот занимается уборкой наших комнат на этом участке. У меня с ним сложились хорошие отношения. Вот, такой классный дядечка. И еще хочу, тут записываю это видео, потому что хочу показать, что он мне тут сделал на кровати. Обратите внимание. Вот он мне такую собачку сделал, представляете, из полотенца. Смотрите, какая прелесть, а, там ножки, лапки. Слушай, ну вообще, молодец, конечно. Надо найти его, спасибо сказать. Слушай, красота какая. И эта красота из полотенец каждое утро была разная. То есть, васан, так звали моего аттенданта, сооружал мне разных зверей и птиц всю неделю. Думаю, что у всех гостей ланера было так же. И на шестой день круиза, когда я поднялась на завтрак на девятую палубу, то увидела вот что. Сейчас восемь часов утра. И посмотрите, что тут ребята из полотенец наделали. Каких накрутили игрушек. Какая красота. Это на сцене, а теперь посмотрите сюда. Ну, удивили, удивили. Я тут сейчас пробегусь в ускоренном темпе. А то там ходила, раскрыв рот по рядам, медленно, разглядывая фигурки из полотенец. Так кого я тут увидела, кроме собачек? А тут были слоны и динозавры, медведи и улитки, индюшки и пингвины, козлики, крабы, лебеди, ну и другие образы. Уж все-то, конечно, перечислять не буду. Так вот, в последний вечер круиза наш шоумен Джерри провел мастер-класс для всех желающих научиться делать из полотенец эти симпатичные фигурки. И вот как это выглядело. Так называемые ученики собрались в театре. Всем на входе выдавали по два полотенца, большое и маленькое. По залу ходили ассистенты и помогали всем, кто не мог сам справиться с заданием. На сцене Джерри с помощницей подробно рассказывал и показывал, как нужно складывать, скручивать полотенца, чтобы в результате получилась узнаваемая животная, птица или земноводная. А на двух больших экранах транслировались все эти действия. Я, конечно, все сняла на камеру, но сидела далековато и поэтому на видео плохо получилось, не видно. Поэтому, кто хочет освоить этот навык, я рекомендую посмотреть на ютубе много подобных обучающих видео. Так вот, а Джерри показал, как делать три фигурки. И после сборки каждой полотенца расправляли и вот так вот задорно ими размахивали, перед тем, как приступить к следующему уроку. А здесь, на Ocean Plaza проводится викторина на знания фактов об Аляске. И в том числе, история ее покупки у Российской империи. Пользуясь случаем, я расскажу вам об этой сделке в очень кратком изложении. Существует множество ложных версий и легенд об этом событии. Но вот в российских государственных исторических архивах хранятся документы того времени. На их основе академик Ран Николай Николаевич Балхевитинов написал несколько книг об истории Северной Америки. Ну и в частности, про ее продажу. Так вот, Аляска была открыта 21 августа 1732 года командой русского бота «Святой Гавриил» под началом геодезиста Михаила Спиридоновича Гвоздева и подштурмана Ивана Федорова. И это произошло в ходе экспедиции Шестакова и Павлуцкого в 1732 году. И вот по путевому журналу Ивана Федорова и была составлена карта Берингового пролива, на которой впервые был обозначен американский берег. Продать же Аляску было решено, потому что в начале 19 века она приносила очень скромные доходы казне. Там находилась российская-американская компания, в то время торговавшая пушниной. Ну и расходы на ее защиту и содержание, а также защиту территории от захвата, превышали эти доходы. Да к тому же Россия в то время вела войну с Османской империей, Францией, Великобританией и Сардинией. В общем, с деньгами было туго. И первый, кто предложил продать Аляску, был генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Позже с такой же инициативой выступил младший брат императора Александра II Константин Николаевич. Все эти уговоры привели к тому, что 16 декабря 1866 года состоялось заседание высших государственных чиновников, на котором Александр II и дал добро на продажу этих земель Соединенных Штатам. Ожидалось за них получить не менее 5 миллионов долларов. Но российскому послу в Штатах барону Эдуарду Андреевичу Стеклю удалось договориться на 7 миллионов 200 тысяч долларов. И 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже. Кстати, в самой-то Америке было много противников этой сделки, потому что они называли приобретаемую огромную территорию бесполезным заповедником для белых медведей, ну или просто погребом-ледником. А на что же были потрачены денежки от продажи Аляски? На этот счет есть документ в Государственных исторических архивах, и из которого следует, что на эти деньги были приобретены за границей принадлежности для железных дорог Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московской-Рязанской. Так что, кто не знал, теперь знает реальную историю о продаже Аляски. Ну а после исторического экскурса возвращаемся к развлечениям. И некоторые из них, как уже видели с полотенцами, очень даже полезные. Вот и здесь, после викторины, народ пригласили на очередной урок. Короче говоря, ребята, это у нас уроки танцев. Показывают, как танцевать. Все желающие могут присоединиться. Я не рискнула, вернее, струсила, но зато сниму их для вас. Ну посмотрим, как усвоили элементы танца. Как и предполагало, похоже, что обучение групповым танцам – это обычное дело в США. Все-таки очень многие умеют танцевать синхронно в группах, как я обратила внимание. Но пока не очень вроде бы гладко получается. Но сейчас порепетируют. Мы сейчас с музыкой попробуем. Ну давайте, начинайте. Ну самое главное настроение и участие. Что-то вправо заносит всех. Ну зато весело. Решила подняться на девятую палубу. Там должны проходить тоже какие-то мероприятия. Так что иду к лифтам. Я тут думаю, где все люди? Вроде как не очень много людей. А народ здесь заседает казино. Я уже рассказывала о том, что казино – одно из самых посещаемых мест на корабле, где с утра до вечера многолюбие. Вчера тут было, как говорится, битком набито игроманами, а и сегодня не меньше. Ох, и какая же громкоголосая эта крупня. Прямо уши в трубочку заворачиваются. Ну да ладно. Я тут быстренько пройдусь вокруг зала, чтобы поближе посмотреть на обстановку. И удеру. Здесь даже курить можно. Нигде на пароходе нельзя курить на корабле. А здесь и курить, и пить нужно. Но все разрешено. Все разрешено тем, кто оставляет здесь свои денежки. Ну ладно, пойдем из этого злачного места. А в этом зале тоже многолюдно достаточно. И это потому, что сейчас тут продемонстрируют, как сделать из куска льда скульптуры. Что за скульптура, мы должны будем узнать позже. А пока Шомен Джерри представляет зрителям мастера-скульптора. Ну и народ вон подтягивается и рассаживается, где придется. Это те, кто еще не успел захватить шезлонг, как я, например. Ну, всю работу издалека нет смысла показывать, поэтому покажу на ускоренной перемотке. Что там получается, до конца было непонятно. И самое забавное, что я не помню, что в итоге получилось-то. И разглядеть не могу сейчас. Может, у вас получится. Я вижу вроде какая-то птица. И три пира торчат. Может, что-то индейское. В общем, скульптор вполне мог бы быть индейцем. Но в любом случае, фигурка симпатичная. И было интересно. После скульптурного шоу было увлекательное состязание двух девочек в кручении обруча Натальи. Одна из них первоклашка, наверное, семи лет. А другая уже довольно большой подросток. Я сняла только небольшую часть состязания, так как малышка проявила необычайную выносливость. И круг у нее не падал более шести минут. И дольше бы крутила. Да старшая девочка сдалась. А малышка победила. За нее многие, как и я, болели. Молодец. Упорная. Многого добьется в жизни, наверное, с таким характером. Проигравшей девочке выдали утешительный приз. Ну а младшая собрала все лавры победителя. Семь лет, девочки. Семь лет, девочки. вы видели уже. Ой, попал-попал в бедную кинооператоршу. Кто теперь кино-то снимать будет про Люминосу? Ну, это, конечно, шутка была. Киргудо. Топорики, похоже, были с магнитами и в мишени магнит, я так думаю. Ну что, после такого насыщенного дня пора и немного подкрепиться. Здесь в баре с пианино я и другие гости ожидали приглашения на ужин. В приложении на телефоне появлялось сообщение, когда столик для гостя был готов. Ну, а пока слушаем музыку и разглядываем проходящих людей. Кстати, обратили внимание, сколько здесь людей на инвалидных креслах. Здорово, что они живут полноценной жизнью. Все удобства для них созданы. Да, нормальное государство должно заботиться о всех своих гражданах, а не выборочно. Ресторан Велла я вам уже показывала. Но про интересные и необычные блюда в меню не упоминала. Так вот, наряду с обычным набором закусок, салатов и вторых блюд, вот как свиная отбивная из моего заказа, в меню также были и экзотические блюда, типа выращенные в домашних условиях змеи, лапки лягушки и еще что-то, уж не помню все. Но вот змею и лапки лягушки решила таки я попробовать. Внутренне подготовилась к сопротивлению организма таким гурманским изыском и воображение нарисовала нечто типа вот такого блюда с жареной змеюкой. И каково же было мое разочарование, когда мне принесли вот это. Вот те маленькие кусочки непонятно чего и на вкус напоминающие курицу и была та змея. Я даже есть не стала, так разочаровалась. Ну, ладно, думаю, лапки-то лягушачьи, наверное, поинтереснее будут. Французы такую рекламу им сделали. И вот этот образ стоял у меня перед глазами, когда на следующий день я эти лапки и заказала. И вот что мне принесли какой-то суп. И в нем плавали бесформенные, безвкусные куски, отдаленно напоминающие то, что заказывала. В общем, это тоже есть не стало и впоследствии от экспериментов с экзотической едой отказалась. Так что не судьба мне змей с лягушками есть. Пойду лучше пиццу закажу на девятой палубе. Возвращаясь вечером из ресторана для дальнейших приключений я шла мимо Атриума. А там, оказывается, собралось множество фотографов и активно предлагала гостям лайнера сделать фотосессию. Народу это предложение явно зашло и фотокамеры вокруг стрекотали непрерывно весь вечер. И я решила не отрываться от коллектива и устроила сама себе отличную фотосессию со змеей и лягушкой. Я ж их все-таки не съела. Проявила гуманизм, можно сказать. А затем продолжила свой путь и зашла в общем-клаза. Вы уже это место видели не раз. Почему решила это видео показать? Ну, чтобы той молодежи, которая мне пишет, что корабль пенсионерами нашпигован, показать, что нет, тут и младенцы есть и нерожденные еще. Вот мамочка одного малыша на бедре держит, а другой сидит и ждет свои очки в животике. И мама не парится о своей беременности, а задорно натанцовывает со всей своей ребетней. Вот это раскрепощенность, обожаю свободных людей без комплекса. Наверное, потому что от своих никак не могу избавиться, хотя уже пенсионерка. Думаю, многие меня в этом поддержат. на этом свой рассказ о втором дне круиза, о фан дне или там дне веселья. Закончила. И больше впоследствии я никаких мероприятий на корабле не снимала. Завтра же мы подойдем к Аляске и направимся к потрясающей красоты фьорду. И об этом я вам расскажу в следующем видео. А пока всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok